здравствуйте дорогие друзья с вами как всегда я артем и рубрика hard news буквально недавно компания nvidia представила очередную новую видеокарту это обновление серии титан 2 августа она была представлена и давайте более подробно поговорим о технических характеристиках этого монстра я думаю стоит хотя бы коротко поведать о серии титан первый титан на архитектуре кеплер появляется 21 февраля 2013 года 2688 ядер куда он содержал 224 текстурника и 48 ропов далее появляется титан black опять же на кеплере гк-110 но количество ядер уже больше как и текстурных блоков ядер 2880 текстурных блоков 240 ропов 48 было это феврале 2014 года 18 февраля и наконец 25 марта 2014 года появляется двухголовый titan z то есть два чипа гк-110 2880 ядер 240 текстурников и 48 ропов потом появляется новый титан титан x который основан на архитектуре максвелл кеплеровский титан позволял не только играть на нем но еще достаточно эффективно производить вычисления с двойной точностью далее появляется максвелл он эту возможность утерял и вот появляется титан x паскаль к сожалению здесь мы не получаем возможность производить достаточно быстро вычисления с двойной точностью здесь только с одинарной точностью очень высокая производительность то есть если для максвелла это было не просто какое-то урезание там действительно архитектура не позволяла считать для двойной точности то здесь это искусственное ограничение для того чтобы более продвигать свои разработки профессиональной серии видеокарт это различная квадро tesla и так далее видеокарта основана чипе gp102 16 нанометров 12 миллиардов транзисторов 3584 ядра куда текстурных блоков 224 блоков растеризации 96 12 гигабайт оперативной памяти gddr5x 384 бита разрядность шины частота 1417 это частота ядра в бусте 1531 и память работает на частоте 1250 мегагерц все это обеспечивает пропускную способность в 480 гигабайт в секунду ттп 250 ватт питание 6 плюс 8 пин производительность для операции с одинарной точностью значительно выросла это 10 и 9 терафлопс это очень много по сравнению например с той же архитектурой максвелл но так как это видеокарточка непосредственно только для геймеров то не приходится говорить о том что здесь такая же высокая производительность и для операции с двойной точностью но для игр это и не нужно и удивило стоимость это 1200 долларов тогда как обычно титан стоил 1000 долларов например титан x на максвеле здесь не применяется память hbm2 в принципе это достаточно ожидаемо даже память gddr5x обеспечивает высокую пропускную способность более чем на 100 гигабайт секунду больше чем в титане на максвеле опять же почему не появляется здесь hbm2 понятно все это будет только для профессиональных решений где нужно очень высокая пропускная способность памяти вот такой титан появился получился у компании как он будет продаваться другой вопрос все это мы посмотрим производительность достаточно высокая например тот же hitman на 4к разрешение максимальные настройки и сглаживание fx и и плюс direct x12 который достаточно сильно тормозит систему в общем все это дело выдает 60 кадров опять же как я посмотрел примерные тесты достаточно хорошо но цена высокая вот такие были новости пишите в комментариях какие видеокарты вы используете в своих системах если у вас несколько компьютеров основную систему будет интересно почитать что ж подписывайтесь на канал ставьте свои большие пальцы вверх оставляйте свои комментарии обязательно вступайте группу вконтакте посещайте сайт ссылки в описании и делитесь видео с друзьями социальных сетях и до встречи следующих видео пока пока